Тот вопрос, который мы сегодня с вами будем обсуждать, касается одной из актуальных проблем современного здравоохранения и управления здоровьем. Что, в принципе, произошло за последние 50 лет в управлении здоровья? Значит, во-первых, были сформулированы футбольные концепции, которые связаны с тем, для чего вообще все это не было. Значит, и возникло некое понимание того, что управление здоровьем, оно направлено на снижение премии правильных, то есть медицинских процессов последствий. Когда мы оцениваем какую-то ценность, а вот и как она нужна, мы обращаемся к такой интегрированной ценности, которые связаны с тем, насколько мы можем снижать вот это время болезни. Второе – это пациент-ориентированный здравоохранения, то есть переход от такой патриархально-патриархистической парадигмы взаимодействия пациента-врача и к пациент-ориентированному здравоохранения, когда пациент, с одной стороны, рассматривается как объект для управления со всей совокупностью его характеристик, в том числе и с его пожеланиями, и это дает определенные права пациенту, если раньше было в правильном здравоохранении, то есть у меня теперь пациент требует информации и свое решение принимает по объему согласия, только не снижает правильных правильных действий. Это с одной стороны, с информацией. С другой стороны, когда мы рассматриваем пациент на данном здравоохранении, у нас получается, что может быть, как-то, во-первых, пациент, оказывается, обладает часто одним заболеванием, несколько раз, и второе, это то, что мы рассматриваем пациента на протяжении всей жизни. То есть что с ним происходит, как наслаждается, живет, болеет, умирает, и у нас получается, что вот это состояние, невинственное состояние пациента, которое у него есть, оно накапливается и меняется с течением жизни. И тогда у нас появляется еще одна самая концепция, то, что происходит всегда рука, и это, по-моему, то есть накопление всех тех проблем, которые возникают у пациента, это иммунитимобильность, и социальные, и экономические последствия, и они иногда будут заключены в жизни. И если мы говорим о мультимобильности, как это интересно, в факте, то он интересен еще тем, что при таких состояниях, результирующих нескольких заболеваний одного по всему, по статью, то есть это уже взаимный влияние от заболеваний, влияние одного заболевания на другое, декорированное улучшение состояния здоровья, приемных новых новых отходов, к тому, чтобы как-то с этой ситуацией строить. Вот это вот возможность взаимосвязи заболеваний, то есть развитие заболеваний, когда одно заболевание влияет на другое, улучшает состояние, либо наоборот. Они вместе развиваются в результате каких-то единых патогенетических механизмов, каких-то факторов риска, или условий, когда эти факторы риска будут проявляться в социальном механизме на здоровье. Вот возможность связи всех этих факторов подразумевает то, что мы можем, наверное, развести. И мы можем, наверное, как-то тогда уже управлять состоянием мультиматизма, которое, как я уже сказал, с одной стороны является фактором, который достаточно интересно влияет на состояние здоровья людей и общества в целом, а вот другой стороны она является таким динамическим показателем, то есть увеличение количества заболеваний у человека, увеличение жизни. И накопление вот этого мультиморбитного и временного болезни, с которым мы должны бороться. То есть, ну, понятно, что человек, когда рождается, как правильно, потом у него появляется одно, второе, потом третье, потом посадка, посадка, и в общем-то кончается. Так как кончается. Как сейчас вообще относится к проблемам мультиморбитности? Я бы сказал по принципу, у меня есть и плохо. То есть, понятно, что мультиморбитность, она приводит к усилению временных болезней. А вот подходят к нерешению особых методов различных болезней. То есть, проблема заключалась в том, что должна какая-то классическая диапазона на нерешение. В мультиморбитности это рассматривают, в случае, как и на секунду, в процессе домохранениях, как состояние. Так как кондишн, конечно, это классификация, то есть такое мультиморбитность, это отдельное состояние, но при этом семейство классификаций, нужная для классификаций в заболевании, у них вся проблема, которая не водится. И поэтому требуется, как так определить, во-первых, то есть если это у нас только заболевание, то как они будут берутся? Если это закономерно, если у больника не заболевается, можно уже найти какие-то способы больницы в состоянии. И вот тут у нас и возникают те подходы, которые существуют вообще в мире в природе, которые касаются подходов потреблений в мультиморбитности. То есть основная задача решения, для решения, которые нужно что-то разрабатывать, это паттернизация, то есть определение вот этих паттернов мультиморбитности, то есть какие-то заболевания с каких-то почитаются. И существует два подхода. Один я бы назвал такой, ну, словно, генетически-клинический, то есть просто доктора накапливают опыт, проиграются в какую-нибудь статью. Статьи потом обобщаются. И в этих статьях написано, что вот эти заболевания, они встречаются часто, что механизм паттернеза предполагает, что, по-видимому, эти два заболевания имеют одинаковые повреждения в последственном механизме, связанном с продуктами паттернеза предполагает. Мы же набрали, что одно заболевание приводит и создаёт какие-то факторы, которые вызывают улучшение. Например, если мы рассмотрим радиоген, то повышение уровня сахара в стране, оно является токсическим диагнозом, который вызывает улучшение диагноза. Соответственно, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, они как бы идут только одно сферное заболевание. Это накопление данных аптеческих. Второе – это абстрактный антифотический подход. А давайте люди возбудутся данные заболевания и какие-то статистические данные, посчитаем. Подход в чём-то может быть правильный с точки зрения – изменение ресурса. Потому что позволяет контролировать вот эти вот заболевания и понять, а что нужно управлять деньгами. Потому что здравоохранение, ну, как управлять заново, управляется перераступиванием. А что мы не предъявляем средства, то мы не начали, в любом способе, в будущем убить. И на эти ресурсы, на эти деньги, на эти финансы мы готовим врачи по определённым специальностям. Мы разрабатываем и закупаем медицинские технологии, которые позволяют это всё исправить. Вот этот вот абстрактный математический подход, он позволяет в какой-то степени сгруппировать различные состояния. Но он не позволяет установить какую-то причинно-следственную связь и, соответственно, использовать эти данные для того, чтобы с этим заболеванием как-то бороться, и позволяет разобраться с механизмами папогенеза эти заболевания. Как правило, если правильно сделать эти дубритации, у нас получается, что искусственно задаётся некая величина, чаще всего, например, мы разделили все заболевания на 3,5,5,6,5,7. Цикл берётся чисто и делится. Иногда попадает, иногда не попадает. Если правильно распределить по количеству глотучих терапий, то тоже получим примерно структурного заболевания. Не выявляет связи между заболеваниями. И, соответственно, та проблема и та необходимость, которая у нас существует, эта проблема, которая ставит именно как распределительницу, что намешает эту информацию. Каким образом мы можем установить вот эти вот проблемы и все-таки провести правильное разделение, правильное группирование заболеваний, убрать случайные связи, следующий слайд, пожалуйста. Вот. То есть вот эти вот паттерны мультимагии, они должны объединять заболевания, которые имеют что-то общее в своих характеристиках. И они должны быть структурированы, если, так говоря, о лечении. То есть сейчас на самом плане на территории, на территории, на территории, на территории, на территории. И они должны быть вот этим. Как они значатся, потому что они вокруг тех заболеваний, которые... И, соответственно, дальше, взяв этот макер, взяв, опять же, данные о гемцинской статистике, посмотреть, а есть ли не случайные связи между заболеваниями, которые существуют, и маркером заболеваниями, то есть наполненной связи, могут ли они, как бы, не хочется говорить-приводить, потому что это чисто математический сервис аппарат, и, соответственно, на вопрос клинических, то в высшей степени корректных. Поэтому можно оценить не случайную направленную связь и наличие, скажем, маркерного заболевания в том случае, если предшествует какие-то другие. И наличие других заболеваний, возможность там идентификации вот этой случайной связи и наличие маркерного заболевания. Т.е. не случайная связь между парами заболеваниями и случайной направленной связи. И, собственно, бывает, начиная эту работу группа врачей, после этого мы привыкли врачей, которые как раз и занимались теми этими вещами и перебирали ими, а какие показатели можно использовать для того, чтобы связь была направлена на них, т.е. от одного заболевания, наличие одного заболевания при условии существования другого. Т.е. это уже не случайная вероятность между этими состояниями. Т.е. если мы возьмем просто, посмотрим статистические вероятности сочетания заболевания в общей нибой, это нам ничего не даст. Именно хотели мы сделать так, чтобы эта связь была направлена. Т.е. у нас получилось, что существует, автоматики должны, наверное, это знать, я так и просто признаюсь, термин конвишен, непроятность, не случайная связь между двумя состояниями, и дальше был разработан метод, который как раз позволяет определять при анализе статистических данных по обращаемому специферу. Т.е. мы берем выборку по региону, где к пациенту привязываем визиты, т.е. обращение я по поводу диагноза, и дальше обрабатываем всю эту информацию и получаем показатели конвикшен, которые в какой-то степени служат абстрактным отражением того, что заболевание В является следствием заболевания А. Т.е. что связь между этими заболеваниями не случайная. Т.е. как раз мы специально выбираем вот эти вот случайные связи и смотрим, есть ли какая-то судьба связь между людьми. Т.е. получается такой показатель, который меняется от нулярной бесконечности. Т.е. что интересно, то он меняется с положительной величиной, т.е. связь существует чем больше, тем лучше. Т.е. чтобы проиллюстрировать, я так скажу, что если, например, человек приходит постоянно с обращаться с людьми, то человек приходит постоянно с обращаться с людьми. Т.е. есть контр зависимость. Т.е. есть контр зависимость. Т.е. такой пример, как, скажем, брошенный новый после операции. Т.е. свидетельства. Т.е. свидетельства, пожалуйста. Т.е. свидетельства, что мы не сможем читать. Да, ссылку, я думаю, может быть, даже... Она очень красивая. Значит, у нас вот с математическим аппаратом более-менее, на самом деле, наша статья. Вот, единственное... Математик, который способен принимать инвестиции с врачом, это в редком состоянии. Поэтому истинницей выпускается, ты не снимай, с одной стороны. С другой стороны, когда у нас сегодня ученые советы, институт Янграу, они остались. Какое замечание у вас? У нас сюда ничуть поближе, потому что у вас очень хорошо слышно. Да, микрофон вот, и вот... Нет, да? Хорошо, да. У нас есть запись еще вебинаре, поэтому я... У вас вебинаре тоже плохо слышно, да. А можно ли прохон отсюда? Вот он. Вот он, да, я не вижу, то есть у крови хватит. Или тогда я давай встану. Просто тогда... Да, давайте лучше. Ближе к микрофону. Значит, мы просмотрели вот эти вот... То есть, понятно, что математическая некая абстрактная модель это далеко не то, что происходит в клинической практике. Поэтому, когда мы сделали первый просчет, мы, естественно, обратились к специалистам, и мы сделали такую работу на данный момент по двум заболеваниям. Одно заболевание – это сахарный диабет. И там мы общались с эндокринологами в белорусской медицинской академии после депутинного образования. Но сахарный диабет, я бы сказал, он не столь нагляден, хотя там можно было бы, может быть, правильно с научной точки зрения, но не столь иллюстративно. Противоречий там выявлено не было, и работа продолжается. А второе заболевание, которое мы посмотрели, – это атопический диабет. Чем он интересен? С точки зрения, ну, и только дальше. Тем, что этому заболеванию особого внимания не уделяют. То есть, если мы анализируем, скажем, получение инвалидности и совпадение полученной инвалидности с реальной возможностью работы, то людей с диагнозоматопический дерматит, которые имеют инвалидность, мы смотрели по России буквально несколько человек. При том, что получают инвалидность в связи с другими заболеваниями. Там либо категория инвалидности, либо просто поражение кожи, это отдельная история. Но, как показало в нашей исследовании другого, я приведу здесь ряд факторов, то есть, проиллюстрирую, что такое атопический герматит, это заболевание, которое не гораздо больше бремя-болезни, чем можно было бы ожидать от простого нужного заболевания. То есть, это системные заболевания, имеющие определенные патогенетические механизмы, которые связаны с нарушением системы иммунитета, нарушением синтеза белков, которые приводят, с одной стороны, к тамтоиммунным реакциям, где в качестве ободовышения наступает кожа, с другой стороны, определенные нарушения синтеза белков, они как раз делают это тоже более уязвимой. И вот эти нарушения иммуногенетических механизмов, они приводят не только к развитию тропического герматита, но и ряд других заболеваний. С одной стороны. С другой стороны, экономическое и социальное время, болезни, которые связаны с этим, которые обычно не замечаются, они не очень сильно всегда проявляют. Значит, знаете, картинки – это упущенные возможности. Мы промоедлиживаемся, на этом, потери учебного времени по термическому герматиту, и получается, что мы по основному приходим как раз вот внизу на взводы жизни. И после семейок, когда они начинают учиться, то вот эти больные, количество их, конечно, меньше, чем в районе возрасте, но тем не менее вынуждены пропускать занятия в школе, ну и возникает там куча всяких проблем, в результате чего из них практически 90% сказали, что они недовольны возможностями получения образования, то есть они хотели бы получить выше, но образование там выше, либо какое-то другое, чем они смогли получить, но не смогли. Упущенные возможности – это и экономические, и социальные проблемы сочетать, пожалуйста. Сопутствующие заболевания есть, они известны. Полученные эмпирические купюры, это то самое описание, да, для детей отростков и взрослых. Это где-то в разных популяциях. Опять же, в силу его особенностей возрастной динамики заболевания, следующее, пожалуйста. И тут у нас как раз получается то, что независимо от дохода в семьях, примерно 5-10 тысяч люди тратят в месяц на то, чтобы каким-то образом бороться с этими состояниями. Это достаточно большая цифра, особенно если учесть, что в семье, особенно с больными людьми, то доход, он ниже среднестатистических, он получается порядка 40 тысяч рублей. И у нас получаются такие патологические циклы, которые вывлекают не только само состояние заболеваний и свободы, но и в том числе и социальный фактор, вот эти вот факторы риска, социальные детерминаты здоровья, что вы считаете, пожалуйста. И они должны усиливать. Опять же, почему? Потому что потеря работы. Вот такая вот, вот такая сразу иллюстрация по конкретному, по конкретному силе. Вот это вот смена работы в результате заболевания детей, а это потеря работы в результате заболевания детей, когда родители должны сидеть дома и заниматься с детьми. Причем мы видим, что кто-то сразу сменил работу, а кто-то сразу не вырос и стал сидеть дома, а кто-то сначала сменил работу, а кто-то уже уволился со всей заседанием, кому-то везет, сменил работу, но не оплачиваем. То есть здесь целый ряд вопросов и проблем, которые связаны с экономическим, социальным и медицинским временем болезни. Проблемы с учебой у детей тоже связаны с заболеванием, что он будет все время чешется, что у него странная кожа, отсутствие невозможных занятий, спортивными занятиями, посещение болезней и так далее. Если вы чувствуете, пожалуйста. Ну, это вот пропуски. Занятия у меня этой статистики, то есть видно, что успеваемость, обучение в школе имеет проблемы. То есть социальное премия, оно получается, что проявляется не только, когда человек конкретно болеет, но вот эти вот учения возможности, они растягиваются еще на активную жизнь. Собственно говоря, вся совокупность этих факторов, а мы можем рассматривать, и при нашей методике, мы рассматриваем факторы риска и социальные бетербурганты здоровья как факторы, которые ведут или не ведут к этому заболеванию, к маркерному заболеванию. В качестве маркерного заболевания мы как раз это передаем. В данной ситуации для инвестрации аркопический дермаркет. Это вот краткие последствия того, что происходит. Некая сумма того, что произошло, риск, мы тоже можем разместить, отрубляем, как раз в атапическом дерматете, если интересно, кто-то считает. Значит, и естественно, такое заболевание было интересно посмотреть, тем более, есть, там по словам, я думаю, что там есть определенные единые патогенетические механизмы для того, чтобы вот эта вот группа заболеваний, паттерны заболеваний ее проявляли с вести. И, соответственно, если мы, то есть мы не можем на основе этой модели сказать, что мы можем общаться с клиницистами, и дальше уже клиницисты на основании вот этих наших данных обращают на что-то внимание, что, может быть, раньше пропускали, вот, анализируют эту ситуацию со своей клинической точки зрения, потому что понятно, что лечить может только врачу. Проблема, с которой мы столкнулись, особенно почему я сказал, что математик, который может говорить с врачом в одном языке, но не понимать друг друга, это большая реальность. Потому что многие пишут, смотрят, а кто предлагает, а давайте вот это, давайте вот это, не понимая, что за этими моделями стоит жизнь и здоровье медики. Поэтому вот эта вот вся информация, это информация для размышления в данных системах, в которой принимают решения. А это у нас как пример, да, то есть вот этот показатель не меньше, возможность неслучайного появления вот этого заболевания при наличии вот этого N20.8, это и есть атопический герматин, он может наоборот персификации болезни. А это вот как раз колы НКВ для тех заболеваний, вот они вот их расшифровка или уже с врачом, там, на самом деле больше НКВ, которые проявляются. И вот эта связь у нас возможность наличия вот этого заболевания, условия вероятности к этому заболеванию при наличии вот этого отопического герматин. И также мы можем эту ситуацию просмотреть в другую сторону. То есть при наличии какого-то заболевания условия вероятность появления атопического герматин. следующее пожалуйста. Ну, это вот мы постарались свести в некой такой картинке. То есть у нас есть марковые заболевания логические герматин L28 и есть у нас заболевания, которые являются предтечей. Я опять же скатываюсь, чтобы не поставить каждый раз условия вероятности выявления заболевания при условии наличия. То есть я хоть это не точно не буду тогда говорить возможность появления логического герматин например и наличие вот этого герматин. Дерматин у нас R29 это что у нас полназад герматин. А R29 мы с будем делать у нас А R29 у нас объяснили. А вот R29 это логический герматин уточненный. То есть ранее ставился этот диагноз. Потом поставили уточненный. Потом уточненный. Вот. Дерматин просто неуточненный от 39. И вот у нас получается что 0 значение 1 у тех заболеваний которые происшествуют. Вот они перечинят заболевания различные виды герматин. Но тут у нас уже появляется вследствие атопического герматин. У нас появляется целый пакет заболеваний и вот эта связь и величина она на данном исследовании показана тонном и причиной стрелок. с можно вообще сделать из-за герматин и какие выходы микроанализы. Причем анализ он может быть проведен как с митематической так и с клинической точки зрения. заболевания слабой 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 ведут к тому что являются предшественниками и причиной появления атопического герматин. о чем это говорит что по-видимому является одним из таких пусковых механизмов по определенной других заболеваний но не является следствием других заболеваний. И в принципе это укладывается в современную концепцию того как он развивается. То есть это нарушение врожденное нарушение пневмонной системы нарушение синтеза цепотинов и нарушение герматин а дальше уже этот антропический герматин он привык к целым букетам заболеваний которые более менее связаны и озвучить опять поражение кожи мы видим вот так же есть и другие заболевания одни что это так 4 2 9 9 9 9 9 он же вызывает сосуд антипичный герматин это следующий пункт отрастать очень последов и у нас возникают каталогические циклы то есть есть такое понятие как каталогического цикла когда одно состояние изменяет на другое и ухудшает его и дальше вот это вот все понеслось вот и у нас тут таких вот снял вот L39 как правило вот L38 тоже есть так да это все дерматит L это дерматит у нас другой уточненный дерматит не уточненный не уточненный да это друг то есть клиника заболевания немножко другая вот этот дерматит он может развиваться и в смысле каких-то других заболеваний но нас интересует вопрос именно клинику естественно если мы обращаемся к дерматологу и возвращаемся опять же на сотовый рисунок то в принципе для дерматолога становится как бы понятна вот эта вот картина и он понимает откуда все эти L29 и L39 появляются то есть это информация для разрушения для технических специалистов а также если мы заговорим с обратно на предыдущий вверх а у нас тут есть и газ в голове и инференции нет ни дыхательных путей причем как иммунолог я вам могу сказать какие там в принципе могут быть патогенетические механизмы какая связь может быть потому что нарушение иммунной системы нарушения эпителия любого эпителия хоть слизистого хоть мисквистия это примерно одни и те же механизмы развития в данном случае органом лишения является кожа но в принципе она затрагивает и эпителия механизмов путей и приводит к любезду там ну и газ это должно быть многим другим заболеванием то есть мы можем отслеживать ну или скажем так предполагать да то есть мы не можем на основании технической модели оценить причины следствия связи да я уже сказал что это делают медсестра но тем не менее мы можем предполагать как при ту причину следствия связь, которая у нас имеется между заболеваниями, которые крутятся вокруг макетного заболевания и создаст проблемы приводить к нему опять же, дай, 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 дай для скорости вот и к которым может приводить это заболевание второе у нас проявляются вот эти вот патологические цивы, которые мы можем выявлять вот что у нас хорошего во всей этой картине стучать, пожалуйста да, ну вот начнем все-таки мы тогда с привлечения и моделирования, да то есть то, что я говорила, оцениваются условные вероятности случайные направления связи, но механизм это все-таки математическая модель это не клиническое заключение да, то есть дальше или нужно переработать проанализировать именно с точки зрения медицина чтобы понять а так нет или не так или это просто какая-то случайная машинка или там что-то есть где нужно дальше работать потому что, скажем, в тряпе случаях мы идентифицировали связи которые, скажем так не сильно противоречили тому, что говорили филицисты но с другой стороны они, скажем, не были ну скажем, не обращали раньше особо внимания потому что это тоже определенный интерес понятно, задаваться может быть там что-то важное значит, абсолютно и чисто мы не можем сказать на основном это показатель сколько чего у нас будет популяция и это такая вероятность то, что того, что конкретного человека ну, из ста человеку сколько их это все будет то есть, наверное, это можно как-то причитать сейчас, но пока не можем главное, на что нужно обратить внимание это иерархический список состояний да, то есть кто больше меняет кто меньше меняет то есть какие состояния важны какие состояния неважны чтобы уже дальше милицисты работали но это отдельная работа это скорее всего это просто когда милицисты проанализируются свои позиции скажут, что вот это вот значение оно действительно имеет связь а вот это вот скорее всего тогда то есть то, что мы можем сделать пока это иерархический список состояний причем если говорить про граниту совершенно не исключено что гранита для разных маркерных заболеваний она будет разным ну, в зависимости опять же от генеза можно предположить там что, скажем нос наркотологические заболевания они будут немножко отличаться в случае человека пожалуйста ну, тем не менее значит чем она хороша в чем это это модель более или менее интегрируется в стандартную медицинскую статистику более или менее то есть я не скажу что она стопроцентно интегрируется почему потому что это данные модель общинку они сейчас собираются но они не привязаны пациентам то есть сколько визитов прошло сколько нужно переводить день в больнице вот это медицинская статистика а то что эти состояния эти обращения были конкретно чтобы привязать этих пациентов к состоянию вот это медицинская статистика сейчас нам не переставляет есть нет никакие выходы специалисты которые действительно интересуются и выполнения официально стандартные данные они собирают еще какие-то данные и второе или наверное первое по узванчивости это регистры то есть регистры пациентов когда пациенты с какими-то заболеваниями они собираются в определенную базу данных и там достаточно легко отследить то что происходит на конкретном пациенте собственно говоря одним из тридерных механизмов нашего исследования стали сотрудничеством в Беларусской академии медицинского и посределённого образования связывая с совершенствами модификации их национального регистра диабет вот далее значит модель не противоречит ни первой изменившейся сложившейся практики к сожалению опять же тут так дороже с чем мы часто стараемся когда пробегают математики мы придумали отличную модель да модель отличная она наверное хорошая как эта модель будет справиться в систему здравоохранения далека более того скажу что в 70-е годы в институте проблем управления проводились потрясающие работы по оценке листа заболеваний и эти работы руководили когда человек с вами не протал она не для помыла к сожалению и под патронажем нескольких академиков и теперь человек приходит в поликлинику ему дает компьютерный терминал который задает им ряд вопросов человек сразу появляется оценка риск что вам хорошо будет обследоваться на пример риск развития какого-то заболевания собственно говоря это закончилось ничем почему потому что бюджетная система здравоохранения предполагает строго исследования правилам стандартам которые связаны опять же с финансированием и любые дополнительные процедуры без изменений регуляторных документов они не возможны то есть тот кто сейчас должен открыть что пришел человек он должен его обследовать назначить таблетку которая должна быть в соответствии с рекомендациями а со стандартами которые подписаны на здраво то значит вот значит вот говорят о социальном здоровье здоровье жизни у нас есть факторы риска воздействия какого-то фактора наследственного могут быть связаны с особенностями жизни могут быть связаны с системой здравоохранения возможности или невозможность медицинской помощи и он считается что дает примерно 50 процентов здоровья система здравоохранения дает примерно 20 процентов здоровья это в принципе сейчас не особо разведилась с этого времени почему такие цифры изменить потому что человек в большей части в течение своей жизни он не обращается к системе здравоохранения но при этом заболевания у него формируются те с которыми он сталкивается к системе здравоохранения он обращается тогда когда заболел при этом профилактика вакцинация и так далее работали но как правило заболел обратился и собственно говоря в состоянии здоровья а а образ жизни скажем фактор риска курения влияет достаточно сильно и у нас есть социальные здоровья то есть условия которые скажем курение людей с высшим образованием оно ниже чем курение процент курящих людей это социально у женщины будет меньше общей социально я знаю страны где ухитрились вообще на нет смести отлично просто за счет отказа за счет грамотного воздействия на социальный здоровье то есть не взрослыми а определенная официальная политика что если то есть начиная 70-е задумки в 2001 году найти десяток пациентов с непокраечным раком это что у нас получилось у нас тоже были разбиты общий выбор разбит на должностные группы это тоже определенный здоровье социальное и получилось что у нас вот это взаимовлияние заболеваний оно зависит в том числе и от кого и от возраста у нас получается увязать в едином модели эти факторы наряду с болезнью болезнь которая предшествует является фактором риска тоже некий фактор риска у женщин меньше мужчин больше связи то есть вот эта модель она как раз тема хороша что она позволяет связать все вот эти вот клинические экономические и социальные партеры и клинические экономические социальные последствия условно возвращались потому что зачем вообще существует здравоохранение как мы понимаем его сейчас в современном мире это снижение интегрированного временем то есть медицинских экономических и социальных факторов в том числе вот концепция коммунитивного временем болезни значит еще одна вещь которая вообще оказалась очень интересной значит есть такая вещь проблема она называется коликогнозия связана она с тем что пациенту назначают или он сам принимает множество препаратов часто это связано с тем что особо эффективных препаратов например есть такое состояние но называется идиопатическая для расширения права желудочка связана с наследственностью пациенты живут при постановке такого диагноза порядка 5-7 лет и очень мало препаратов которые помогают мелко недорогие приходит такой пациент доктора он назначает одно средство в результате человек обрастает целым пакетом из различных препаратов которые особенно не помогают но при этом надо помнить что помимо экономических проблем у нас возникают еще проблемы взаимовлияния и нежелательных реакций если мы анализируем с помощью вот этой модели с помощью клиницистов опять же патогенедический механизм развития заболеваний мы понимаем те ключевые моменты на которые нам можно возникнуть институт заболевали она действует скажем так существенно эффективнее на порядке эффективнее но при этом эти препараты безумно если мы их рассматриваем с точки зрения лечения одного заболевания есть такая штука называется пароль готовности платить это показателем определенных величества вселенной организации здравоохранили при использовании новых медицинских технологий новых препаратов отходится менее чем 3 душевых годовых то этот препарат так или иначе медицинская технология найдет свое место на рынке эти цифры были получены физически сейчас на самом деле если мы лечим одно заболевание тогда стоит а если мы лечим целый пакет заболеваний используем препараты заболевания вот этот таргетный препарат принимает патогенетический механизм для лечения в результате целого пакета заболеваний то безумно дорогая таргетная терапия становится и одна из тенденций современной мировой если раньше использовался первой высокозатратной терапии теперь используется вторая высокозатратная цель и как раз такой подход выделения вот этих скажем маркерных заболеваний понимания механизма патогенеза и воздействия на ключевые моменты патогенезы которые позволяют убрать цены заболевания с помощью таргетной терапии в принципе перспективно и достаточно направленный эффективность терапии и снизу это достаточно очевидно так это такое общее резюме я думаю это потому что в целом я все это рассказал тоже здесь вот на этом я хотел слышать спасибо